Всем привет! Новый выпуск еды человека и сейчас я хочу сделать обзорчик на напиток. Вообще, я против всяких таких газированных напитков, я их не люблю, особо не пью. Но тут по случайности увидели в магазине такой необычный напиток Dr. Pepper, который редко вообще попадается где-то в магазинах, в основном Coca-Cola, там Pepsi-Cola. Поэтому решили взять, ну не то что попробую там, ну в общем решили взять. Вот. И соответственно, сейчас я сделаю на него небольшой обзорчик. Вот. Так он выглядит. Он есть в железных банках. 0,33 по-моему, там в железной банке. И вот полтора литра. Полтора литра стоит 150 рублей. 149,90. По-моему, очень дорого. За такую байду, причем когда, например, Coca-Cola, аналогичный объем стоит рублей 60, что ли там, или 70. Ну короче, раз в два дешевле. Вот. Железная банка стоит 0,33 69 рублей. Короче, очень дорого, я считаю, платить за такую отраву. Такие деньги. Так, сейчас я это дело открою одной рукой. Не очень удобно открывать. Зато вроде как он сделан в Польше. Судя там по надписям. По-русски тут ничего не написано. Вот. Но судя по надписям, вот здесь. Так, здесь это, ну, по-английски написано кое-что. В общем, в Польше изготовлен вот этот непосредственно напиток. Доктор Пеппер. Вот сейчас я его заценю. Ну, газированный. Правда, кстати, не такой газированный, как у Кока-Кола, например. Кока-Кола или Пепси тут был залил у меня уже все этими газами. Здесь более-менее. Так. Сейчас мы его оценим. Этот замечательный, замечательный, незамечательный, короче, этот напиток. Сделаем. Во. Ну, во-первых, говорю, он не такой газированный, как у Кока-Кола. Гораздо менее газированный. Во-вторых, вкуса вообще меньше. Такое ощущение, что больше воды, меньше вкуса, чем в той же самой Кока-Коле или Пепси-Коле. Вот. И еще какое-то такое послевкусие. Короче, он не похож на Кока-Колу, не похож на Пепси-Колу. Он какой-то вишневый, что ли. Такой какой-то. Вишневый привкус в конце. Причем и пахнет немного вишней, кстати говоря. Вишневым компотом. Короче, на любителя. Лично мне на вкус очень сильно напоминает. Знаете, лет 10 назад были в ходу такие в полтора литровых бутылочках напитки Алиса назывались и тому подобное. Короче, Кола. Была просто написана либо Алиса Кола, либо просто Кола. Стоили они там 5 рублей или 10 рублей. Ну, короче, очень дешево. Вот. И покупаешь их, пьешь и понимаешь, что, блин, все-таки какое-то говно ты купил. Вот. Очень похоже по вкусу на те самые напитки. Ну, уверен, кому-то понравится, потому что на вкус и цвет товарища нет. Отдает вишней. Внешне напоминает Кока-Колу. По вкусу не похож на Колу. По вкусу похож на какую-то слабую-слабую Колу с разбавленную какими-то там вишневыми ароматизаторами. В общем, вот такой доктор Пеппер на любителя. Кому-то может и понравиться. А так не советую употреблять подобные напитки. Ничего в них полезного. Еще и 150 рублей за такую бутылочку. Давайте всем пока.